Мне очень немножко волнительно, я не готовилась сегодня и не собиралась выступать совершенно случайно, присутствую на этом заседании. Прошу прощения за случайность, но я радуюсь. И выступать после таких авторитетных людей, которые творили историю, мне немножко, честно говоря, волнительно. Но я, знаете, наверное, здесь мне еще и не гордо выступать перед вами, потому что здесь присутствуют люди, которые творили нашу новейшую историю. Это вот я смотрю, присутствуют очень авторитетные люди, которые, правда, сделали для нашей оплаты очень многое. Вот то, что мы сегодня имеем, это труд присутствующих здесь людей. Но я бы хотела сказать, да, достижения были, достижения есть, но то, что делаем сегодня мы, то, что творится сегодня, в сегодняшний день, и какую творит историю наше руководство, мне за эту историю стыдно. Стыдно не столько даже перед всеми, потому что я была в парламенте, депутатом, работала, старалась работать, но стыдно перед детьми своими, перед молодежью, которая здесь присутствует, перед молодыми людьми не стыдно. Я хочу сказать, в силу обстоятельств и в силу моей работы, вопросы, которые сегодня обсуждались, напрямую обсуждались и мною в качестве депутата. Но то, что мы делаем сейчас, это ни в какие рамки не вписывается. Первое. Гуров Афетович был участвован, отошел. Первое. Что осталось нам еще? Вот, откровенно говоря, прошу прощения, помните мои выступления, когда я говорила, Абхазия – это не лод, и не надо ее выставлять на торгей. Когда я говорила о том, что приходит такое руководство, которое будет коммерчески подходить к Абхазской земле, к Абхазскому народу, к Абхазскому руководству, оно будет руководить с точки зрения коммерции. Мои слова оказались пророческими. Возьмите, посмотрите все мои выступления, и там оно есть. Я что хочу сказать? Слушайте, вопрос энергетики, вопрос Питсунды, вопрос о Ибде. А вы видели вообще карту о Ибде, как там будут делать курорт, какой будет делать адрес в Сочи? Как это? Зимний курорт. Церковь, вопрос церкви. Вопрос недвижимости. Друзья, а что нам осталось еще вообще? Обсудите, отдать или продать. Форелевое. Или форелевое хозяйство. Скажите, а что нам еще осталось делать? Какие? Вы посмотрите, сейчас. Я, честно говоря, вот абсолютно согласна с выступающим предыдущим. Большое уважение к вам, Аракова. У нас ничего не остается. Вы знаете, что, мы говорим, что давайте, это уже последняя вот такая-то тапля, которая, если это произойдет, нам придется это сделать. А что такое? Я не могу понять, что за такие, я говорю, посылы. И вот этот боевой клич, вообще-то, он мне так понравился, в народ, который ушел. Мы ничего не можем. Оказывается, наверное, помните, когда Владислав Григорьевич, когда было наступление, в Амушровское наступление, он был, неужели вы, нацентрусом? Помните, когда он сказал? Так вы что, такие, что ли? Вы что, правда ничего не можем? Я хочу, я хочу, вот просто проведу некую аналогию. А посмотрите, Россия, русский мир, для того, чтобы собрать свои камни, для того, чтобы Россия сегодня собирает эти камни, которые разбросала за 30 лет после 90-го распада Советского Союза, она начала военную операцию. А что делаем абхазцы мы? А у нас мутная вода и ремка ловится, да? Так я понимаю. Мы сейчас что? Мы распадаем. Мы, оказывается, ну зачем нам это? Мы же этим управлять, оказывается, не можем. А посмотрите, сколько детей у нас учатся за пределами Абхазии. Богу учатся. Какая молодежь растет. Послушайте, а тогда, я не могу понять, если молодежь не может. Это руководство готово показать, когда зачем нам вообще нужна страна? Для чего? Вчера был день, сегодня 15-й, 16-й, вчера был день добровольца, 14-й день начала войны. Слушайте, а даты мы как дети уже в последнее время проводим? Ну так, налегке. Друзья, я просто хочу сказать, я не знаю, меня очень это как-то тревожит. Меня тревожит, потому что я думаю, я всегда говорила и выступала о нашем будущем, о нашем деле. Я думаю, что сегодня у нас есть потенциал, у нас есть все. Только мы должны воспользоваться. Мы должны воспитывать наших детей. И людей, и народ. И каждый раз я извиняюсь, лишний раз служить в день Абхазии. Старать, уважать. Ну что-то, какие-то традиции надо вновь внедрять в нашу жизнь для того, чтобы мы не потеряли то, что мы когда-то имели. Я не буду много говорить. Я просто хочу поблагодарить вас, наше научное сообщество, за то, что вот он собрал здесь, провел встречу и высказал свою точку зрения. Я хочу перед вами, извините, Аполлон, мама обратиться, когда вы выступали и говорили о том, что, ну давайте отдадим. Знаете, так больно. Вы гораздо старше. У меня низкий подход вам. Вы гораздо старше меня. Вы прошли и вы видели эту жизнь больше, чем я. Но простите, вот как можно отдавать? Вот дом, как свой можно отдать? Ну как? Как свою землю Абхазис, живущий на своей земле, возделывающий ее? Ну зачем он должен ее отдавать? Ну что случилось? За те коврышки, которые нам дают, мы должны отдать Родину? А сколько нам цена? Скажите мне. Ну я прошу прощения, у меня всегда эмоциональные выступления, я не знаю, но это, знаете, такой клич, это просто вот уже крик души к тому, чтобы мы не должны такие вещи делать. Да, я еще вы не рассмотрели тот раз, когда... Я сейчас... Да, вот я сейчас скажу, чтобы вы понимали. Вопрос, если тайна, покрытая мраком, который господин президент нас обвиняет в том, что мы его не рассмотрели. Вот просто, можно я скажу? Это абсолютная ложь. Да, мы не внесли и не написали. Мы не сделали письменно те пункты, по которым мы не согласны. Мы не писали по одной простой причине. Мы не согласны, были полностью с этим соглашением. Мы, мы его рассмотрели и сказали, данное соглашение нам не подходит. Мы его рассматривать не будем. Более того, мы сказали, если данное соглашение спустится в парламент, оно не будет ратифицировано. Все. Это... Вот Валерий Евгеньевич выступал, он член Академии наук. Я еще раз могу у него поинтересоваться. Нами депутатами был посыл, Валерий Евгеньевич обратился и сказал, что парламент в шестой статусе точно это рассматривать не будет. Поэтому все это потом было сделано пулуаром. И подписанное данное соглашение было 21 декабря, тогда, когда они уже понимали, что мы будем уходить. Сегодня собрался парламент, как говорится, свой парламент. Значит, он будет это рассматривать. Они рассчитывали на то, что этот парламент рассмотрят. Но я хочу предостеречь вообще руководству. Такие ошибки грубейшие делают люди. Знаете, у нас не может быть двойственности отношений к теме, что касается земли, родины, чести, совести. У абхазца двойственности в этом отношении быть не может. Абхазцы не могут позволить себе относиться к этому как-то по-рукому. И конституция наша это гласит и запрещает. Но они уже пошли дальше. Они решили обойти конституцию, обойти законы, обойти мысль и идею народа. Понимаете? И если эти депутаты так считают и они это сделают, я думаю, что я уже один раз говорила, их имена будут написаны честно. Вот лично я был в первом случае предатель. Все. В конституции, которую мы приняли, было все четко написано. Спасибо. Игорь Негода.